Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Луки, глава 7, стих 17 по 30. Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о нем, о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? Они, придя к Иисусу, сказали, Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти или другого ожидать нам? А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ, пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали? Слепые прозревают, хромые ходят, прокоронно очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне. По отшествии же посланных Иоаннам, начал говорить к народу об Иоанне, что смотреть ходили вы в пустыню, трос ли ветром колеблемую, что же смотреть ходили вы, человека ли одетого в мягкие одежды, но одевающиеся пышно и роскошно, живущие находятся при дворах царских, что же смотреть ходили вы, пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка, сей есть, о котором написано, вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка, больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божием больше Его, и весь народ, слушавший Его, и мытари воздали славу Богу, крестившись с крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от Него. Толкование. Говорит, толкование. Толкование. Слух о чуде совершенном в Наине размёрзся по всей Иудеи и окрестной стране. Дошёл он и до учеников Иоанновых. При похвала Господу они как ещё на несовершённые досадовали. Поэтому Иоанн, желая показать им величие Христа, и то несколько он, Иоанн, отстоит от Него, Христа, устрояет следующее. Не делает ученикам никакого отзыва об Иисусе, а представляясь незнающим, посылает их, чтобы они, увидев чудеса из самых дел, уверовали, что весьма велико расстояние между Господом и Иисусом, и рабом Иоанном. Что весьма велико расстояние между Господом и Иисусом, и рабом Иоанном. Ибо не думай, будто Иоанн действительно не знал о Христе. О Христе. Не знал о Христе. И потому послал учеников своих с вопросом. Он ещё прежде рождения в утробе матери взыграл, как познавший его, и на Иордане свидетельствовал о нём, как о Сыне Божием. Господь грядущий, ибо Он пришёл с властью, а не против воли, и так говорит, ты ли тот, чьего пришествия мир ожидают? Иные, по словам, по словам, которому должно прийти, разумеет, существие в ад, существие в ад, как бы так было сказано, ты ли имеешь прийти и в ад, что же Господь, зная, с каким намерением Иоанн послал учеников, именно, чтобы они увидели дела его, и от них пришли к вере. Он говорит посланным, возвеститесь, что видите, потом перечисляет чудесные действия, о которых и пророками предвозвещено, ибо слова, тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся, тогда хромой вскочит, как олень, язык немого будет петь. Пророк Исаия, 35 глава, с 5 по 6 стихи. Потом говорит, и блажен, кто... Продолжай. Зачитывайте. Да я уже бы зачитал. И потом говорит, и блажен, кто не соблазнится о мне, как бы так говоря им, и вы блаженны, если не соблазнитесь о мне, поскольку многие легко могли соблазниться об Иоанне, как он прежде столь много свидетельствовал о Христе, а теперь послал с вопросом, ты ли тот, которому должно прийти? Поэтому Христос говорит народу, ничего доброго не подозревайте об Иоанне, он не тросит, чтобы... Ничего подобного, ты говоришь, ничего доброго. Ничего подобного не подозревайте об Иоанне, он не тросит, чтобы склоняться на ту сторону, то на другую, и чтобы в одно время свидетельствовать обо мне, а в другое не знать меня, ибо если бы он был таков, тогда для чего бы вышли бы в пустыне смотреть его? Он отнюдь не растлил ума своего чувственными наслаждениями, ибо одежда его показывает, что он выше всякого наслаждения, притом он жил в палатах, если бы любил... Жил бы. Притом он жил бы в палатах, если бы любил удовольствие, но вы сами почитаете его за пророка истину... Но вы сами почитаете его за пророка? Но вы сами почитаете его за пророка? Истинно говорю вам, что он и больше пророка, ибо другие пророки только предсказывали о Христе, а он видел его и указал, говоря, вот агнец Божий, притом другие пророки пророчествовали, пророчествовали после того, как уже вышли из утробы своих матерей, а он узнал Господа и взыграл еще прежде, чем вышел из утробы, потом приводит свидетельство. Вот я посылаю ангела моего... Малахия 3.1 Иоанн назвал ангелом, быть может и потому, что жизнь его почти бесплотная и ангельская, а быть может и потому, что он возвестил пришествие Спасителя, поскольку Иоанн, хотя почти бесплотен и невеществен, однако же, однако же, находится еще в плоти, то самое малое воскресенье, которое называют Царством Небесным, больше его, ибо тогда, получив совершенное нетление, мы не будем уже поступать по плотскому, и мало и тогда, больше праведного теперь, но еще носящего плоти. Вопросы? Нет. Ну, ты вчера задавал вопрос, как избавиться от плотского? Задавал? Ну, ты сейчас прочитал, толковать. Закрывать? Закрывать. Нашел ответ для себя? О ком мы сейчас читали? Аб.а. Кто он был? Какой? Избранный бурый пророк. Пророк. Какой он примерно показал? Чем он питался? Ну, он питался. Что он ел? Акриды? Акриды и мед. Дикий. Ты хотел бы ему подражать? Да, хотел бы, конечно. И для этого что ты сделал? Купил? Ну, а что купил ты? Кефиру купил. Кефиру? Да, кефиру-то ты перед постом купил. Ты не подумал? Нет, а ты же... Че, Иоанн Краситель же чем питался? Медом? И ты купил тоже. Хотел ему подражать. Да, мед есть? Сколько ты купил? Литров? Да, много. Ну, сколько? Одиннадцать? Да, больше десяток. Одиннадцать литров меда купил. И... Сколько ты за раз съедал? Да. Ложки по три. По три ложки. Раз в сутки. Раз в сутки. Ты до весны хотел эти одиннадцать литров слопать, иначе прокиснет. Так дело было? Да, он десятилетий может тренетий. Ну, а ты мне сказал, я когда увидел, что ты его прям три ложки заглонул за раз, я еще в стакан три ложки положил с кипятком. Я говорю, Вася... Он десятилетиями может... Куда ты столько ешь? Ты говоришь, что Иоанн Креститель ел мед. Я говорю, так он дикий мед ел-то. Горький был, а ты сладкий медведь. Вот ты поэтому и спишь, как медведь на ходу. В берлоге там уже. Ну, что мы прочитали? Как нам подражать? Как избавиться от плотского-то? Иоанн Креститель носил в ретище. Во всем себе отказывал, во всяких удовольствиях. И указывается, ел акриды, дикий мед. Пастился. Отказывал. То есть, нам нужно брать с него предмет, чтобы избавиться от плотского. То есть, так же, как он постится. От чувственных наслаждений. Да. Объедение является чувственным наслаждением. Являет. Вот. Надо нам. Есть у нас перед нами пример, который не делал этого. Ну, так пример, ну... Добрый это пример. Хороший. Его Бог поддерживал. Его Бог поддерживал. Его Бог как бы сотворил. В утробе матери. Ну... Да не сотворил, а он его еще был, когда младенцем, в утробе матери. И Матерь Божия пришла к Елисавете. А Елисавета... Внушил ему внушил, что Всевышний его создал, Бог. И поэтому он постился, да? Ну, поэтому он... А кому не было... В воле Божией подражал. А, подражал, подражал. Хорошо. А почему вот так вот одним Бог внушает, а другим не внушает? Ты вот сейчас пост идет, подражаешь, а оно к Растителю. Тебе Бог внушил? Нет. А кто в этом виноват? Я? Кто же говорит? Ну, а ты-то тут при чем? Бог же внушает. Ну... И он внушил, тебе не внушил, да и все. Ну, сатана как бы препятствует. Сатана как бы препятствует. А кто сатану сбросил с неба? Иисус Христос? Да. Он сейчас где находится? На небесах. Сатана. А, сатанат? Сатанат в это заключение? Да. Сковал его на тысячу лет. Он сейчас ведет тысячелетнее отцарство Христа. И сатана не может внушить человеку, христианину, ничего бесовского. Если тот сам того не пожелает. Значит, вина в том, что мы не постимся, не подражаем пророкам Божьим полностью, лежит на нас. Ибо мы сами даем укусить себя вот этим грехом, этим дьяволом. Зная, что он связан, что он побежден Христом. Тем не менее, мы сами к нему подходим. У нас свобода. Мы можем поститься, а можем не поститься. Можем воздерживаться, можем не воздерживаться. Это свобода. Мы сотворены по образу и подобию Божию. У нас свобода воли есть. Так, Василий? Так. Вот. Ощущаешь на себе эту свободу? Ну, конечно. Ты можешь поститься, а можешь не поститься. Ну да. Свобода. Хорошо это или плохо? Дар этот свободы. Бог нам даровал. Ну, свобода. Одни к Господу приводят, а другие заблуждают. А чтобы не заблуждаться, не заблудиться во тьме, что для этого нужно делать? Ну, телеустремленный и Господу, Богу. Да. Господь говорит, я, есмь, свет, истина, и путь, и жизнь. А откуда мы познаем об Иисусе Христе? Из какого источника? Из Слова Гожие. Как оно еще по-другому называется? Святой Евангелие. Святой Евангелие. Или еще вот читать здесь через... Новый Завет. Новый Завет. А еще с чем? С толкованием. С толкованием. Игнатий Тихонович. Да. Нет. Толкование блаженного фифилакта. Здесь в комментарии, Игнатий Тихонович. В комментарии. Да. Он толковал блаженный фифилакт болгарский. В каком веке он жил? То ли в третьем. Нет, в одиннадцатом. В одиннадцатом. Это Златоуст четвертым. Он взял толкование Златоуста, еще других святых отцов собрал. Все. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. В одиннадцатый век это... Три... Три... Триста-сто. Да. Сколько лет назад? Можешь посчитать? Ну, ладно, давай. Ну, сколько? Давай поблагодарим Бога. Десять веков назад. Да. Перекрестить, скажи, слава тебе, Боже наш, слава тебе. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Господи. Боже наш, слава тебе.